Так вот, людям, короче, всегда что-то надо от других людей. Они всегда прикованы вектором внимания. Они не мешают. Вселенная чувствует. Что ерунда, мать, кто-то во всем догадывается. Надо ему помешать. Вы знаете, почему? Вы знаете, почему очень важно то, чтобы никто не слышал, когда ты формируешь реальность. Так скажем, никто чужой не слышал. Потому что я могу это сравнить с утечкой информации. Представьте, одна сторона, ты вторая сторона. Ну, например, реальность окружающая. Так скажем, если кто-то из агентов, из агентов другой стороны слышит и знает планы другой стороны, очень велика вероятность помешать этим планам. Кстати говоря, насчет, например, кошек, собак, животных. Я не знаю еще, я не исследовала этот данный вопрос, как влияют они на формирование реальности. Возможно, кошки очень сильно, наоборот, помогают. Ну, так скажем, мне. Например, у другого полубога это может быть какое-то другое животное. Я думаю, мне помогают, как обычно черные кошки. Не все. Поэтому... Кто брать, там придет. Так скажем, поэтому я очень хочу себе черную пантерку. Именно пантеру, не кошку. Большую. Чтобы она была моим другом и чувствовала, и жила свободно, так скажем, со мной. Ну, так вот. Про людей. Людям всегда что-то нужно от друг друга. Их вектор внимания направлен не на себя. Их вектор внимания направлен всегда на других. Ну, так скажем, я вам расскажу крайность, от которой страдают многие. Она снимает себя. Или там... Я камеру имею в виду. Или она идет без лифчика. Она идет босиком. Или там еще херня какая-то. Ну, как бы... Так скажем, у людей очень мало своей жизни. Поэтому частенько, чтобы, например, забить эту пустоту жизненную в душе, они стремятся там, где много народу. Им всегда скучно, когда пусто. Они чувствуют себя пустыми. Люди, которые... Так скажем... Им скучно находиться самим собой. У них, я думаю, проблемы. У них, я думаю, проблемы. Так. Так. Люди,gel- saker-то,